Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 переведено в режим работы фактически в таком отверточном варианте, когда каждый случай мгновенно выезжает специалист министерства и на месте координирует решение ситуации. И благодаря этим мерам, собственно, сейчас ситуация стабилизировалась. Есть и уголь, порывы устраняются оперативно, необходимые материалы и технические мероприятия появляются, осуществляются своевременно. Вторая задача – это уборочная кампания. Но здесь нам повезло с погодой. Всю прошлую неделю стояла прекрасная погода, поэтому сейчас уже практически 90% урожая собрано. Крестьяне завершают наши фермеры и большие хозяйства завершают уборочную кампанию. Я думаю, что последние два дня и мы уборочную кампанию завершим. Ну и третий вопрос, наверное, ключевой – это вопрос финансового состояния республики. Ну, ни для кого не секрет, что в настоящее время из-за накопившихся долгов, отчислений по заработной плате, основных платежей, прежде всего это касается, конечно, муниципалитетов, заблокированы счета многих муниципальных учреждений. Муниципальные учреждения не могут. А это что такое? Это садики, это школы, это районные больницы, это, соответственно, муниципальные предприятия, которые как раз занимаются тем, что проводят отопительный сезон. Не покупается уголь, не оплачивается электроэнергия, много других проблем. Первая задача, конечно, разблокировать счета. Для этого нужно погасить исковые заявления, которые сейчас на сумму 900 миллионов рублей. Поэтому я был в Москве, работал два дня в Минфине с первым заместителем министра финансов. Встречался вчера с первым заместителем председателя правительства Антоном Германовичем Силуановым. Договорился о получении бюджетного кредита для того, чтобы сейчас оперативно решить вопросы разблокировки счетов. И хозяйственная жизнь в республике должна снова возобновиться. Как только будут разблокированы счета, те деньги, которые сейчас накоплены на счетах муниципальных образований, пойдут в работу, начнет оплачиваться электроэнергия, уголь, горючие смазочные материалы, закупка продуктов питания. И, соответственно, хозяйственная жизнь, она возобновится. Скажите, эти 900 миллионов – это бюджетные деньги либо все-таки кредитная линия, о чем сейчас тоже много говорят? Там ситуация достаточно непростая. На самом деле кредит, который сейчас был объявлен, коммерческий кредит, он был необходим для того, чтобы погасить тело облигационного займа, который в предыдущие годы сделала республика. Вообще порядка 10 миллиардов у нас облигационный займ еще не погашенный. И вот наступило время оплачивать очередную платеж по облигационным бумагам. Доходная часть бюджета в настоящий момент не позволяет его покрыть. Для того, чтобы отстраховаться, был объявлен конкурс на получение коммерческого кредита. Но коммерческий кредит – это высокие проценты. Вот в ходе переговоров, которые у меня состоялись в Москве, мы заменим коммерческий кредит бюджетным кредитом, который гораздо дешевле и фактически позволит нам сейчас отказаться от коммерческого кредита, выплатить облигации, и, соответственно, остатки этого кредита пойдут на то, о чем я сейчас говорил, на разблокировку счетов. К коммерческому кредиту мы привлекать сейчас, привлекать коммерческий кредит мы не будем. Деньги на разблокировку счетов федеральный центр нам даст. Постепенно начнем делать работу, потом смотреть доходные источники и продолжим исправление вот этой кризисной ситуации. По итогам года, когда, так сказать, уже будут понятны все окончательные доходы республики, глава региона уже примет решение о том, каким образом дальше действовать. И, собственно, бюджетный кредит позволяет осуществлять такой достаточно легкий маневр, потому что проценты по бюджетному кредиту составляют 0,1%. Спасибо большое, Михаил Владимирович. Спасибо. Как я отметил в интервью Михаил Развожаев, встреча с руководителем республиканского избиркома состоялась сегодня же, и, похоже, стороны нашли консенсус. Пригласил вас сегодня, выходной день. Вы знаете, я два дня был в Москве, работал по финансовым проблемам республики. За это время здесь произошли достаточно серьезные процессы, связанные с прохождением выборов. Вы знаете, когда меня назначали, Владимир Владимирович поставил одну из важнейших задач обеспечения прозрачных, честных и законных выборов. Тот иск, который вы подали по представлению Генеральной прокуратуры, он сомнению мной не подвергается. Я понимаю, что вы действовали в рамках выборного законодательства, и все процессуальные нормы здесь предельно четко соблюдены. Вместе с тем, я внимательно ознакомился вчера и сегодня с материалами, соответственно, исков, и понимаю, что здесь сделано все правильно, но, тем не менее, сами причины, они носят формально-юридический характер. И мне кажется, что в настоящее время необходимо сделать так, чтобы все-таки процесс политический в республике Хакасия закончился волеизвелением граждан, а не в суде. Поэтому, с учетом того, что есть такие обстоятельства, и ситуация достаточно напряжена, и это моя личная позиция, я прошу в понедельник комиссию еще раз собраться и принять взвешенное решение. На мой взгляд, необходим отзыв иска из суда и продолжение выборов главы региона. Поэтому я прошу вас сделать соответствующие действия. Михаил Ильич, комиссия в понедельник, соберем комиссию, рассмотрим, в том числе, и еще раз оценим те обстоятельства, которые изложены были прокуратурой. И комиссия, думаю, примет взвешенное решение с учетом вашей просьбы и, соответственно, с учетом тех правовых позиций, на которых мы сейчас находимся. Тем более, в Верховном суде на понедельник отложено рассмотрение этого дела. И нам нужно будет уточниться. И, думаю, комиссия примет взвешенное решение, которое будет способствовать как раз честным, открытым, прозрачным, гласным выборам. И, действительно, наши избиратели должны решить все-таки в конце концов, кто будет главой республики. Да, совершенно верно. Жители должны высказаться и сами определить. Мы здесь будем стоять на духе, так сказать, прямого политического процесса и возможности людям сделать свой выбор. Хотя, еще раз повторяю, с точки зрения формально-юридической, я абсолютно понимаю, те позиции, которыми вы руководствовались, они совершенно правомерны. Но в настоящий момент предлагаю руководствоваться необходимостью завершения политического процесса с точки зрения именно дать возможность людям проголосовать и определить, чем эти выборы должны закончиться. Хорошо. Спасибо. Таким был субботний день. Оставайтесь на телеканале Россия 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова